Ходится где-то в 1200 человек, если вы берете его на работу, потому что его страховка, все остальное, это тоже стоит денег. Минимальная зарплата это кто такие на минимальной зарплате сидят? Бюджетники какие-то или нет? Нет, бюджетники как раз таки у них неплохо там все, у бюджетников. Ну как? Ну не знаю, вот электрик сколько может зарабатывать? Электрик может зарабатывать и 3-5 тысяч евро в месяц, если он сам на себя работает. А вот, а если кто-то работает в подмастерьях у электрика, то он будет зарабатывать 1250. А таксист? Таксист, это хороший был средний класс до кризиса, 3 тысячи без проблем, при этом такси в Греции одно из самых дешевых считается в Европе. 3 тысячи сейчас можно зарабатывать? Зарабатывал. А, зарабатывал. Да, а лицензия на такси в Афина доходила до 200 тысяч евро с правом передачи по наследству. А сейчас сколько можно зарабатывать? 60 тысяч стоит лицензия, плюс-минус, там как найдешь. И, ну, сколько, да так же, наверное. Тысяча, где-то около 100 евро в день они зарабатывают. Но у них какой плюс? Ты свободен, ты сам себе предназначен, ты хочешь выехал на линию, хочешь нет. Это одно. Второе, никаких хозяев у Франции такой тоже нет. Ты и ты, да? Вот. С другой стороны, значит, на что стоит обратить внимание? Ну, по большому счету, заработать он всегда может. Это единственное, что их становится все больше и больше этих такси. И связано это с политикой государства. Когда пришел вот эта партия новая, Сириза, Ципрос, который, да, сейчас по-другому министр, он взял и выбросил еще несколько десятков тысяч лицензий на рынок. Во-первых, это понизило сразу ставку старых лицензий по цене своей. Во-вторых, это увеличило такси. Ну, если вы ездили, когда по Афинам на такси, вы видели, во-первых, в такси нет проблем поднять руку и лучше такси, правильно? А ждать не надо. С другой стороны, практически все Афины, они желтые. И возникает вопрос, хватает ли им всем работы. Вот так вот. Поэтому так. Сегодня уже греки стараются, местные, кто позволяет сдавать в аренду лицензию. Лицензию снять в аренду, бумажку, бумажку, без машины, доходит до 1000-1200 евро в месяц. Ну, то есть, получается, ты трешку зарабатываешь, тысячу ты должен отдать и две остается. Ну, если своей лицензии нет. Если своей лицензии нет, да. Какие профессии престижные? То есть, наверное, врач, да? Да, как всегда. Врач, адвокат, бухгалтер. Ну, опять же, все зависит от человека. Я могу показать врачей, которые сидят без работы. Я могу показать адвокатов, у которых нет работы. Могу показать адвокатов, у которых столько работы. Ну, от тебя все зависит. Я не считаю, что профессия, она тебе гарантированно дает успех в жизни, если ты имеешь профессию. И в то же самое время многие, как говорится, люди первого эшелона в истории лишний раз доказывали обратное, что отсутствие образования, как это ни странно, дает отсутствие внутренних психологических барьеров, да, которые дают тебе возможность свободы выбора и свободы действия. Ну, тот же Анасис закончил только лицей. Он университет не заканчивал. Понимаете? То есть, с какой стороны посмотреть, если ты ставишь целью в своей жизни зарабатывание денег, это одна история. Если ты ставишь цель творчества, то другая история. Там уже другие, конечно, будут деньги, поэтому как-то так. Продолжение следует.